Постараемся делать все, что требуется с нашей стороны, чтобы явиться нам достойными даров Божиих. Он ожидает от нас повода, чтобы показать великую свою щедродательность. Не лишим же сами себя полености даров Его, но поспешим и поревнуем сделать начало и вступить на путь добродетели, чтобы, получив высшую помощь, могли мы достигнуть и конца. С помощью высшей силы мы не можем сделать ничего доброго. Итак, взявшись за надежду на Него, как бы за якорь верный и твердый, будем держаться за Него и не станем смотреть на труд добродетели, Но размышлять о награде за труд и таким образом все переносить благодушно. И купец, когда оставит пристань и выйдет в открытое море, не думает только о морских разбойниках и кораблекрушениях, морских чудовищах и напоре ветров, о непрерывных бурях и несчастных случаях, но и о выгодах, предстоящих после этих опасностей, И, питаясь надеждою, благодушно переносит все встречающиеся неприятности, только чтобы получить больше денег и с ними возвратиться домой. И земледелец также не думает только о трудах при обработке земли, о сильных дождях и бесплодии земли, о нападении изгары и об опустошении от саранчи, Но представляет в уме своем и гумно, и снопы хлебные, и потому благодушно переносит все от надежды на прибыль, не чувствуя тягости трудов. И хотя успех неизвестен, однако он, утешаясь приятными надеждами, не отчаивается в своих трудах, Но делает со своей стороны все, что надобно, в ожидании получить награду за свои труды. Опять и воин, вооружаясь в доспехи свои и готовясь идти на войну, не думает только о ранах, поражениях, нападениях врагов и о других бедствиях войны, Но воображает себе победу и трофеи, и таким образом облекается во всеоружие. Хотя исход войны и неизвестен, однако он, отринув всякую мысль об этом и живописуя себе приятные надежды, Отлагает всякую робость и, взяв оружие, устремляется против неприятельского ополчения. Если же возлюбленные и купец, и земледелец, и воин, несмотря ни на неверность успеха, Ни на большую вероятность неудачи, ни на множество различных, как вы слышали, препятствий, Не отчаиваются и не оставляют трудов, утешаясь надеждою, То мы как оправдаемся в том, что не брежем о добродетели И не подъемлем с охотою всякий труд ради нее, Тогда как у нас надежда, несомненно, обещано нам столько благ, И награда бесконечно превышает все труды наши. Послушай блаженного Павла, что он говорит после столь многих И тяжких скорбей, нападений, уз и ежедневных смертей. Нынешние временные страдания ничего не стоят В сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Хотя бы мы, говорит, каждый день предавали себя на смерть, Чего, впрочем, природа не приемлет, Хотя воля, побеждающая природу по благости Господа, чтится, Все же и тогда наши страдания не равнялись бы тем благам, Которые нас ожидают, и той славе, которая в нас откроется. Смотри, как велика слава, которую получают творящий добродетель. Она превыше всех подвигов, какие бы кто ни совершал. Пусть он достигнет самой высоты, но и тогда будет еще ниже ее. В самом деле, что может человек совершить такое, Чем бы он вполне заслуживал щедродательность Господа? И если Павел, столь великий и высокий муж, Говорил, нынешние временные страдания Ничего не стоят в сравнении с тою славою, Которая откроется в нас. Если так говорил тот, который сказывает о себе, «Я каждый день умираю, и я более всех потрудился», То что скажем мы, Которые не хотим подъять им малого труда ради добродетели, Но всегда ищем покоя, Только и смотрим, как бы избегнуть всякой неприятности, А между тем знаем, что невозможно достигнуть Тамошнего вечного покоя, Если здесь не возлюбим жизнь подвижническую. В самом деле, здешние скорби располагают нас Благоугождать Богу, И малые подвиги, здесь совершаемые, Даруют нам великое дерзновение там, Лишь бы только мы решились поступать по совету Этого Учителя Вселенной, Апостола Павла. Подумай, возлюбленный, То, что случается с нами здесь, Хотя прискорбно, Однако кратковременно, А блага, ожидающие нас там, Бесконечны и вечны. Видимое, говорит апостол, Временно, А невидимое – вечно. Перенесем же благодушно, Временное, И не уклонимся от подвигов добродетели, Чтобы насладиться вечными И неизменяемыми благами, Которых досподобимся все мы Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу и Святому Духу Слава, держава, честь Ныне и присно И во веки веков. Аминь. Толкование на Евангелие от Матфея Далее стих 15, 16 и 17 стих. И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, Что сделать мне доброго, Чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сей подошел не как искушающий, Но как желающий наставления И жаждущий живота вечного. Но подошел ко Христу не как к Богу, А как к простому человеку. Поэтому Господь и говорит, Что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. То есть, если ты называешь меня благим, Как обыкновенного учителя, То называешь не так. Потому что никто из людей Не благ сам по себе. Это, во-первых, Потому что мы обыкновенно Бываем переменчивы, Обращаемся от добра козлу. Во-вторых, Потому что человеческая доброта В сравнении с добротой Божией Есть худоба. Далее стих 17, 18 и 19 стих. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, Соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» И Иисус же сказал, «Не убивай, Не прелюбодействуй, Не кради, Не лжесвидетельствуй, Почитай отца и мать, И люби ближнего твоего, Как самого себя». Господь отсылает вопросившего К заповедям закона, Чтобы иудеи не сказали, Что он презирает закон. Что же? Стих 20. «Юноша говорит ему, Все это сохранил я от юности моей, Чего еще не достает мне?» Некоторые осуждают юношу сего, Как человека хвастливого и тщеславного. Как он, говорят, Исполнил заповедь о любви к ближнему, Когда был богат. Никто, любя ближнего, Как самого себя, Не может быть богаче ближнего, А всякий человек есть ближний. Тогда многие терпели голод И были без одежды. Если бы он был милостив, То не был бы богат. Стихи 21-22. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, Пойди, продай имение твое, И раздай нищим, И будешь иметь сокровища на небесах, И приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, Юноша отошел с печалью, Потому что у него было большое имение. «Что ты соблюл по твоим словам, То, — говорит, — соблюл по-иудейски, Если же хочешь быть совершенным, То есть моим учеником и христианином, То пойди, продай имение свое, И тотчас раздай все вдруг, Не удерживая у себя ничего, Даже и под тем предлогом, Чтобы поддавать постоянную милостыню, Не сказал «давай бедным», То есть понемногу, Но отдай вдруг и останься без всего. Затем, поскольку иные, Подавая милостыню, Ведут жизнь, Исполненную всякой нечистоты, Говорит, — и следуй за мною, То есть приобретай и всякую другую добродетель. Но юноша опечалился, Ибо хотя он желал, И почва сердца его была глубока и тучна, Но ее засушили тернии богатства, Потому что, — говорит евангелист, — У него было большое имение. Кто имеет немногое, Тот немного связывается богатством, Но большое богатство налагает крепчайшие узы. Далее, поскольку Господь разговаривал с богатым, То присовокупил, Будешь иметь сокровища на небесах, Ибо тот любил сокровища. Стихи 23 и 24 Иисус же сказал ученикам Своим, Истинно говорю вам, Что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, Нежели богатому войти в Царство Божие. Богатый не войдет в Царство Небесное, Пока богат и имеет у себя лишнее, Между тем, как другие не имеют и необходимого. А когда откажется от всего, Тогда он уже не богат, И впоследствии войдет в Царство Небесное. Имеющему же много невозможного идти в него, Так же, как верблюду пройти сквозь игольные уши. Смотри же, выше сказал, что трудно войти, А здесь что невозможно. Некоторые под верблюдом разумеют не животное, А толстый канат, употребляемый корабельщиками При бросании якорей для укрепления корабля. Стихи 25 и 26. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, Так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им, Человекам это невозможно. Богу же все возможно. Человеколюбивые ученики спрашивают не для себя, Ибо сами они были бедны, но для других людей. Господь же научает измерять дело спасения Не человеческою немощью, но силою Божию. А при помощи Божией, кто начнет быть нестяжательным, Тот успеет в том, чтобы отсекать излишнее, А потом дойдет и до того, что станет отказывать себе и в необходимом, И таким образом при той же помощи Божией Благоуправится и получит Царство Небесное. Видишь ли, какую награду и какие венцы Обещает Христос за этот подвиг? Если бы юноша искушал его, То он не сказал бы ему этого. А теперь и говорит, И чтобы привлечь юношу к себе, Обещает ему великую награду, Предоставляет все собственной его воле, Прикрывая всем этим трудную сторону своего повеления. Потому-то прежде, нежели говорит о подвигах и труде, Предлагает юноше награду, Аще хочешь и совершен бытье. И потом уже говорит, Продашть имение твое и дашть нищим. Далее опять награда, Имейте имоши сокровища на небеси И гряди вслед мне, Так как следовать за Иисусом – Великая награда. И имейте имоши сокровища на небеси, Так как речь была о богатстве, То Спаситель повелевает юноше оставить все, Показывая, впрочем, Что он не только не отнимает у него богатство, Но еще и присовокупляет к нему новое, Превышающее то, Которое повелевает раздать, Настолько превышающее, Насколько небо превышает землю, И даже еще более. Под сокровищем же он разумеет Обильную награду. Сокровище единственное, Которого никто похитить не может, Представляя его юноше, Сколько возможно по-человечески. И так недовольно презирать богатство, А надобно еще напитать нищих, И главное – последовать за Христом, То есть делать все то, Что не повелит он. Быть готовым на страдания И даже на смерть. Аще, говорит он, Кто хочет по мне идти, Да отвержится себе И возмет крест свой, И последует ми. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. Конечно, заповедь проливать собственную кровь Гораздо труднее заповеди оставить свое богатство. Однако ж и исполнение последней Немало способствует исполнению первой. «Слышав же юноша, От иди скорбя» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22. Вслед за тем евангелист, желая показать, Что он не без причины опечалился, Прибавляет «бебу имея стяжания много». Действительно, Не столько имеют препятствий на пути ко спасению Те, которые владеют немногим, Сколько те, которые погружены в бездну богатства, Потому что страсть к богатству тогда Бывает сильнее. И я никогда не перестану повторять, Что приращение богатства Более и более возжигает пламя страсти И делает богачей беднее прежнего, Возбуждая в них беспрестанно новые пожелания, Заставляет через то Сознавать всю свою нищету. Смотри, вот какую силу И здесь показала эта страсть. Того, кто с радостью и усердием Подошел к Иисусу, Так помрачила она И так отяготила, Что когда Христос повелел Ему раздать имение свое, Он не мог даже дать Ему никакого ответа, Но отошел от Него молча, С поникшим лицом и с печалью. Что же Христос? «Яко неудобь богатые Внидут в Царствие Небесное» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. Христос этими словами Не богатство порицает, Но тех, которые пристрастились к Нему. Но если трудно войти в Царствие Небесное Богатому, То что сказать о любостяжателе? Если не давать от своего имения другому Есть уже препятствие на пути к Царствию, То представь, какой собирает огонь Тот, кто захватывает чужое. Но для чего же Христос сказал ученикам Своим, Что трудно богачу войти в Царствие Небесное, Когда они были бедны и даже ничего не имели? Для того, чтобы научить их Не стыдиться бедности И как бы оправдаться пред ними В том, почему Он прежде советовал им Ничего не иметь. Сказав здесь, что неудобно богатому Войти в Царствие Небесное, Далее показывает, что и невозможно, Не просто невозможно, Но и в высшей степени невозможно, Что и объясняет примером Верблюда и игольных ушей. Удобнее, говорит, Есть велбуду сквозе и глины уши Пройти, неже богату Царствие Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. А отсюда видно, Что немалая награда ожидает тех, Кто при богатстве умеет жить благоразумно. Потому Христос называет Такой образ жизни делом Божиим, Чтобы показать, Что много нужно благодати тому, Кто хочет так жить. Когда же ученики смутились, Слыша Его слова, Он далее сказал, «У человек сие невозможно, У Бога же вся возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Но отчего смущаются ученики, Будучи бедны и даже слишком бедны? Что их беспокоит? От того, что имели слишком сильную любовь Ко всему человечеству, И уже принимая на себя должность Его учителей, Страшились за других, За спасение всех людей. Эта мысль очень многое смущало их, Так что они великую имели нужду В утешении. Потому Иисус, посмотревши сначала на них, Сказал, «Невозможное у человек, Возможно суть у Бога» Евангелие от Луки, глава 18, стих 27. Кротким и тихим взором Он успокоил волнующиеся их мысли И разрешил недоумение. На это самое указывает и евангелист словами «возрев». А потом ободряет их и словами, Указывая на силу Божию И таким образом возбуждая в них надежду. А ежели хочешь знать, Каким образом и невозможное Может быть возможным, То слушай. Не для того ведь, Сказал Христос, «Невозможное у человек Возможно суть у Бога», Чтобы ты ослабевал в духе И удалялся от дела спасения Как невозможного. Нет. Он сказал это для того, Чтобы ты, Сознавая великость предмета, Тем скорее принялся за дело спасения И с помощью Божией Ступив на путь этих прекрасных подвигов Получил жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok